Муфты приводов. Целью работы является ознакомление с конструкцией муфт приводов, определение их геометрических размеров, установление условного обозначения и технических характеристик стандартных муфт, а также определение области их применения. Муфты, входящие во многие механизмы и машины, являются ответственными узлами, определяющими надежность и долговечность всей машины. Основное их назначение это передача вращения и момента с одного вала на другой или с вала на свободную сидящую на нем деталь, такую как шкив, зубчатое колесо, звездочка и так далее и обратно. Муфты приводов делят на классы, группы, подгруппы, виды и разновидности. По принципу действия муфты делят на классы механические, гидравлические, электрические и прочие. По признаку управляемости различают следующие группы механических муфт. Это неуправляемые, нерасцепляемые, предназначенные для постоянного соединения валов, а также управляемые, так называемые сцепные, служащие для соединения и разъединения валов во время работы. Самоуправляемые это автоматические соединяющие или разъединяющие муфты валы при изменении заданного режима работы. Схема классификации представлена на слайде. На слайде представлена втулочно-пальцевая муфта. Во фланце полумуфты коническими хвостовиками укрепляются пальцы, на которых укрепляются резиновые втулки. Упругие втулки входят в отверстия, расположенные во фланце. Отверстия под пальцы в ступицах полумуфт растачиваются коническими или цилиндрическими. Основными размерами муфт являются диаметр посадочного отверстия, наружный диаметр муфты, посадочная длина полумуфты, а также длина муфты. Система условных обозначений муфт представлена на слайде. Основными параметрами, характеризующими муфту, являются следующие величины. Это номинальный вращающий момент, масса, предельная частота вращения, габаритные размеры, присоединительные размеры, компенсирующие свойства для компенсирующих муфт, угловое смещение осей валов, радиальное смещение осей валов, а также осевое смещение осей. Согласно заданию на выполнение лабораторной работы, необходимо выполнить разборку упруговтулочной пальцевой муфты, МУВП, определить габаритные и присоединительные размеры, изучить конструкцию, принцип работы и возможные виды повреждения рабочих элементов муфты, определить техническую характеристику муфты, выполнить эскиз муфты, а также полученные результаты оформить в виде сводной таблицы. На слайде представлена процедура обмера основных элементов упруговтулочной пальцевой муфты. Материал представлен акционерным обществом Геомаш, являющимся индустриальным и стратегическим партнером Юго-Западного государственного университета. Результаты обмера представлены в сводной таблице. На этом выполнение лабораторной работы окончено. Спасибо за внимание.